Братья и сестры, слава Господу! Слава Богу, что мы с вами примиренные с Богом, с Великим Богом, с Богом Творцом через Господа нашего Иисуса Христа. И Бог дал нам дожить до этого времени, дал нам быть свидетелями того, что происходит сегодня в мире. Оно, конечно, страшно, оно настораживает, оно происходящее пытается каким-то образом воздействовать на нас, ну, какое-то уныние. Вот, и то, что мы наблюдаем, сразу всплывают места из Ветхого Завета, и мы видим и понимаем, еще как тогда вот такая ненависть была к израильскому народу. Но мы же понимаем, что вот эта вся ненависть к израильскому народу, хотя мы знаем, что это Бог допускал, и есть причины, что народ грешил, отступал от Господа, Господь это допускал. Но вот эта ненависть, это ненависть не просто к израильскому народу, это ненависть к самому Богу. Вы согласны с этим? И то, что сегодня происходит, это человек высказывает свою ненависть к Богу, к Богу Творцу, потому что он прекрасно понимает, что Израиль – это народ Божий. И вот мы видим, насколько действительно сатана действует сегодня во всех направлениях. И вот это, когда все началось, то знаете, как-то так страшно стало. И хаос, вот это все-все-все. И так как-то так сжался внутренне, и потом такая мысль, а Бог это все держит под своим контролем. Вот представляете, да, вот этот хаос, вот это все-все-все, а Бог при этом спокоен, а Бог совершает свою работу даже через это. И такое место вспомнилось, там, где написано, что вот волны, как они страшные такие, да, и вот они надвигаются и возвращаются назад, какие бы ни свирепые ни казались. Потому что Бог положил предел вот этим надменным волнам твоим. Дальше уже не пойдут. И поэтому я понимаю, что легко говорить об этом, но мы просто с вами свидетели того, и я думаю, мы еще будем видеть, что Бог будет делать. Как будет Бог совершать, что будет, мы не знаем. И я уже с братьями так говорил, что очень интересно, но я не слышал ни одного пророчества, которое предупреждало бы нас о вот этих событиях, которые случились с израильским народом. Я не уничижаю пророчеств, но я ничего не слышал такого. Вот не было такого. Все там, то будет мир, то будет война такого, ну, во время войны, когда это... А вот касательно израильского народа, поэтому Бог сокрыл, и Бог совершает свою работу. Но как бы то ни было, как бы то ни было, Бог есть Бог. И мы с вами будем убеждаться в этом. И я думаю, будем Богу благодарны, что мы с вами на Его стороне. Вернее, по-другому, Он на нашей стороне, Он с нами, да? Слава Господу! Мы с Ним, а Он за нас. Он перед нами. И поэтому пусть Господь благословит. Вот, и хотя действительно тяжелое время, и в нашей стране, и оно усугубляется состоянием в мире, но как бы то ни было, Бог есть Бог. Бог Творец. И Он скажет Слово, и все может измениться. Мы верим в это? И удостоимся мы ли увидеть это, я не знаю, но как бы то ни было, нам нужно продолжать верить в такого Бога. И я думаю, за тот большой или маленький промежуток времени, когда мы уже верующие, я думаю, что мы достаточно видели чудес, мы достаточно видели в разумлении Господа, который укрепляет нашу веру, что Бог помогал в малом чем-то, а вот в таком всемирном масштабе Бог, это уже Его дело. Он будет и в этом совершать свою работу. Слава Богу! Поэтому пусть Господь благословит. И мы с вами продолжим исследовать послание к римлянам. Вот, как бы ни происходило, что бы ни происходило, оно, Слово Божие, оно и сегодня действует, сегодня оно произносится, и сегодня мы читаем. И сегодня Бог ожидает от Своего народа, чтобы у народа было правильное состояние, чтобы народ правильно поводився бы, да, поступал правильно, правильные были взаимоотношения, и этого ожидает Бог от Своей Церкви. Потому что именно Церковь, это как светильник, вот, на этой земле Иисус говорил, вы свет миру, вы соль земли, и поэтому да поможет нам Господь даже при таком кажущемся хаосе оставаться христианами. И мы с вами, давайте мы продолжим, мы посмотрим, сегодня завершим 14 главу, вот, и давайте еще раз прочитаем с 17 стиха и продолжим рассуждение. Итак, 14-17 апостол Павел напоминает и говорит, «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрения от людей». Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному наседанию. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. Блажен кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, ест осуждается, потому что все, что не по вере, а все, что не по вере, грех». И вот такое место, такие наставления апостол Павел давал, и мы в прошлый раз уже рассуждали по поводу, что такое Царствие Божие. Хотел бы еще раз напомнить, что Царство Божие, о котором проповедовал Христос, которое должно совершиться прежде всего в нашем сердце, и на это обращает Иисус, на это обращает внимание Дух Святой, и апостол Павел об этом напоминает, что это Царство Божие совершается не через то, что мы едим, что-то стали, что-то есть, а что-то перестали есть. Нет. Не в этом Царствие Божие. А Царство Божие напоминает это состояние человека. Это прежде всего праведность его, праведный образ жизни, праведность его поступков при любых обстоятельствах. Также он обращает внимание, это мир, это состояние покоя и состояние радости во Святом Духе. И вот он говорит, что вот такое состояние, оно угодно Богу, и оно достойно одобрения у людей. И давайте немного напомним, да, вот Иисус, когда приходил, Он проповедовал, предупреждал о Царстве Божьем, также говорил о состоянии. И вот Он говорил, мир вам даю вам, да, покой, не так, как этот мир дает. Еще Он говорил о том, что Я даю вам радость Мою совершенную. И поэтому здесь апостол Павел подчеркивает состояние человека верующего, в котором совершилось Царствие Божие, совершилась именно Божья работа. В нем появляется праведность, он хранит себя, лукавый не прикасается к нему, он хранит свое сердце в мире, он хранит свое сердце в покое, он миротворец, и также он радуется. И вот этой радостью, вот этим миром и покоем, Он говорит, что вот это состояние, оно угодно Богу, и оно достойно одобрения у людей. Очень интересна вот эта фраза, достойно одобрения у людей. И оно буквально означает, что вот такое состояние человека, это правильное перед Богом состояние, и оно воздействует на других людей правильно. когда человек в мире, в праведности, в покое, во-первых, сатана против ничего не может сказать, его никто не может обвинить другой, но этот человек несет мир, и от этого человека веет радостью, веет уверенностью, и вот такое состояние человека, оно поможет другому человеку спастись. И здесь Павел рассуждает о том, что, ну, напомню, что в церкви есть люди, которые искренне верят в Господа, все, ну, вот они, вопрос еды для них, там, такой, вопрос некоторых праздников, или еще некоторых таких моментов, и вот это их смущает, они ради того, чтобы там не скверниться, они боятся что-то вкусить, вот, они боятся какой-то день, там, ну, субботний, там, или как, ну, ну, чтобы почтить, потому что считают, что это угодно Господу. И Павел говорит, принимайте таких людей, но взаимоотношения у вас должны быть правильные. И поэтому, если вы хотите приобретать других людей, то не говорите о том, что им есть, когда им там нужно, это самое, там, какие-то не чтить, а говорите это о праведности, несите вот этот мир, и пусть от вас веет вот этой уверенностью. И вот Павел и говорит здесь дальше. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Вот в этом мире царит хаос, в этом мире зло, в этом мире царит грех. И что он несет людям? Плач, уныние, да, вот и все, все, все. И вот это, весь вот этот негатив. А христианин, наоборот, человек, который от Бога, то он несет вот этот покой. Вот смотрите, какое хорошее место. Это послание Иакова, вы его все знаете, говорится о мудрости, да, и 17-18 стихом «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И вот я прочитаю, как оно в оригинале. «Плод же правды вот в этом мире, в котором мы живем, сеется теми людьми, которые хранят вот этот мир». И поэтому в мире хаос, в мире вот все вот это, да, а христианин, ну скажите, христианину нужно еще что-то искать, еще какое-то спасение. Достиг ли он этого состояния совершенства, будем так говорить? Вот философы, да, очень много философий различных, и они ищут, задают вопросы и ищут ответы, откуда все это произошло, какие-то теории там, вот эти все-все-все-все, они размышляют об этом. А мы уже ответ с вами получили. Весь мир создан Богом, и воля Божия сегодня такая, что люди должны покаяться, потому что кто не покается, попадает в ад, попадает в озеро огня. Но Христос пришел спасти. Мы получили ответ. Нам не нужно уже кого-то еще, какого-то посредника искать. Мы уже это обрели. И вот теперь у нас должна появиться вот эта уверенность. И вот эту уверенность мы должны нести людям вот этого мира. Потому что они тут живут в агрессии, они живут во зле. И апостол Павел говорит, что когда человек в таком состоянии, это состояние работает, оно действует, оно приносит людям тот результат. И если мы хотим спасти человека по-настоящему, то они должны почувствовать от нас уверенность. И они должны, ну, мы должны это делать в мире. И мы должны это делать в радости. В радости Духом Святым. Когда ты действительно рад, при всех обстоятельствах, написано, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущимися. Сейчас наша страна плачет, и мы плачем вместе с ней, потому что касается всех людей. Но тем не менее, внутренне у нас есть вот эта радость, что мы спасены. И поэтому суть Царствия Божия не в том, что вот это нельзя есть, вот это нельзя будет пить. Нет. А Царствие Божие, наоборот, оно в том, чтобы людей к миру призывать, чтобы человек побыл, ощутил вот это ощущение мира. Говорит, слава Богу друг друга, что мы, братья и сестры, с вами дети верующие. Да, вот на наших собраниях мы должны утешаться вот этим. Слава Богу, несмотря на этот хаос, Бог с нами. И Дух Святой будет напоминать нам. И вот в таком состоянии, в таком состоянии, оно действительно, как врачество. Помните, написано, что веселое сердце, оно, это притча, оно благотворно, да, и действует, как врачество. А унылый Дух сушит кости. И поэтому, когда христианин уверен, когда он стоит твердо, он в мире, я с Богом в мире. И вот, вот это веселое сердце, да, вот, уверенное, оно приносит врачество, не только себе, но и другим людям, дает уверенность. Людям раскрываются глаза, что, несмотря на вот этот хаос, да, мы не можем его контролировать, но есть Бог, который все контролировать. Но, несмотря на вот это зло, которое мы видим, вот эту ненависть, Бог сегодня людям обещает царство. И только Бог дает истинную радость человека. Иисус сказал, что я даю вам, ну, будете иметь радость мою совершенную. Не так, как этот мир дает, а вы будете иметь радость мою совершенную. И поэтому, вот это правильное состояние христианина, и поэтому Павел и говорит, не пища и питье царствия Божия, но праведность, мир, радость во Святом Духе. Вот это угодно Богу, и вот это действует, вот это совершает свою работу в сердцах других людей. И поэтому пусть Бог благословит. Да, вот мы должны утешаться, особенно в это тяжелое время, и даже, мы читаем и в Исаии, там были тяжелые времена, но Бог пишет и говорит, утешайте народ мой, утешайте народ мой. Да, мы призываем к исправлению, мы призываем к покаянию. Если что-то вот происходит, Господи, прости нас, помоги нам, но всегда надо завершать тем, что радость во Святом Духе. Господь рядом. Потому что вот в таком унылом состоянии, ну, человек, у него ни надежды, ничего нету. А когда человек веселый, у него аппетит хороший. А когда человек уныл, он кушать ничего не хочет. Это тоже духовно. Когда ты в таком, знаете, состоянии, я просто помню, когда война началась, я длительное время не мог читать Новый Завет. Вот такое давление внутреннее было. Я только псалмами старался утешаться. Вот где-то несколько недель. Но потом уже мне легче стало. Уверенность такую приобрел Господи. И стал уже и Новый Завет читать, и об Иисусе больше. Вот-вот. А вот в начале было очень тяжело. Я вот пережил, я думаю, каждый из вас пережил, что такое уныние духа. Не кушать духовно, ничего не хочется. Просто хочется, вот так, знаете, где-то заховаться, вот, спрятаться. Поэтому пусть Господь благословит. И апостол Павел обращает на это внимание, какие должны быть взаимоотношения. И поэтому правильные взаимоотношения, они строятся на праведности нашей, и они строятся на мире и радости. И когда, и мы можем быть, Бог дал, чтобы люди были, ну, примером для других людей. Вот именно, вот это состояние, оно, хороший пример для других людей. Слава Господу! И, еще такое место, вы помните, в послании к Тимофею, апостол Павел, несколько раз тут напоминает такие слова. первое послание к Тимофею, первая глава, четвертого стиха. Не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споров, нежели Божьего назидания в вере. Вот апостол Павел говорит, что в церкви не должно быть споров. В церкви не должно быть, вот такого, знаете, эти разногласий каких-то, вот доказать, таких прям доказывать там с агрессией. Не надо, говорит, это не должно быть церкви. Споры. И в другом месте он пишет, это шестая глава. Сейчас. Это шестая глава с третьего стиха. Написано так, первое Тимофея. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение, пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. Вот еще один такой пример, о чем Павел говорит, что в церкви не должно быть споров. И поэтому здесь, если у человека такое, ну, такое понимание, он говорит, принимайте без споров о мнениях. Это не значит, что я с этим соглашаюсь, но это значит, что Господи, дай мне мудрости, дай мне в мире, в радости донести этому человеку. И Бог знает, и Бог знает, как это все сделать. И когда ты такой будешь являться вот таким вот примером благочестивого человека, то для него это послужит большим примером, чем ты будешь с пеной у рта доказывать, что суббота это уже не надо исполнять. Вы понимаете разницу? Какая? А когда ты в мире, спокойно, с доверием Господу, Господи, открой ему, и Бог тебе даст мудрости, даст слово. И вот когда человек в таком состоянии, он восприимчив. А когда он уже вот так вот на стару уже споры, то в спорах ничего не получится. И поэтому Павел и говорит, да, вот заражен страстью к состязанию, вот, славопрением, происходит зависть, распри, этого не должно быть в церкви. И поэтому он говорит, царствие Божие, не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Слава Господу! И кто так живет, и кто так поступает, тот угоден Богу, и тот является примером для других людей, тот сможет приобрести других людей. И еще, как бы такое для заметки, очень интересно, как в греческом написано. У нас написано, кто этим служит Христу, ну, праведностью, миром и радостью во Святом Духе. А в греческом, в английской Библии, Кейн Джеймс, написано так, а кто в этом, в таком состоянии служит, вот обращается внимание на внутренность, вот там есть такое слово ин, внутренность, в таком состоянии служит, тот достоин Господу. Слава Богу! И поэтому он говорит дальше, смотрите, как все серьезно. Ради пищи, а, 19 стих, итак, вывод, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Поэтому, если где-то, чувствуете, какой-то спор возникает, ну, понятно, там, если там какой-то лжеучитель пришел, да, то тут уже другое дело. Но когда между братьями, там, какой-то начинает возникать спор по поводу места из Писания, то мир и радость. Еще праведность, ну, в начале. Не выходите из себя, сохраните себя, нуждайтесь перед Господом. И написано, помните, там должно быть разномыслие между вами, чтобы открылись искусные, искусные не те, которые искушают, а те, которые искусные, ну, в слове. Бог поставил людей, ну, там, братья, вот, сестры, у которых есть такая способность мудро донести Слово Божие, правильно донести. Говорит, да, у вас такие будут, но откроются у вас те люди, которых Бог будет подтверждать авторитетом, и они это будут праведно, мирно, с радостью, такой уверенностью, будут говорить, утверждать, и оно будет работать. Вот это единственный рецепт, когда вы хотите кого-то спасти, человека, да, ну, понятно, что там написано, что иных страхом спасайте, да, но должна быть, если вы хотите перемену человека, вы сами должны быть вот этим миром, покоем, сами должны быть праведны, и у вас должна быть уверенность, и вот это будет работать, слава Господу. И потом говорит, и так будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, не только для тебя, но и для меня. Вот это когда мир, покой, то радость, наполняется сердце, уверенность. И он говорит дальше, ради пищи не разрушай дело Божьего, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн, что если мы начинаем что-то делать, знаем, что этот человек, допустим, вот он мясо не ест, а мы будем перед ним есть мясо, и мы в нем будем производить какие-то сомнения, ему будет очень тяжело, он может даже еще с немощной совестью начать кушать это мясо, его совесть потом будет ночью судить, да что ты сделал, ты грешник, и уже все, мне уже прощения нет, потому что я съел это сало, или это мясо съел, вот такие люди есть немощные. И поэтому тут он призывает, да будьте очень осторожны, смотрите, как он вывод делает перед этим, лучше не есть, лучше не есть мясо, и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает, не дать повода, мы должны нести только мир, покой, уверенность, а Господь даст слова, мудрости, как с этим человеком поговорить. и ради пищи, смотрите, не разрушая дело Божье, оказывается, Бог над каждым из нас совершает свой труд. Вы видите, как Бог над вами совершает свой труд? Вот если вы сравните себя в начале, и сейчас, разница есть, ну, ну, должна быть, скажем так, ну, я верю, что, ну, я верю, что она есть, и вот этот Бог совершает труд. И даже над человеком, который немощный в вере, больной, слабый, вот в некоторых вопросах, над ним тоже Бог совершает свою работу. И поэтому Павел призывает, вы должны нести мир, укрепление в вере, но ни в коем случае не разрушение дела Божьего. Поэтому будьте осторожны. Я просто помню, в самом начале, я думаю, вы вспомните самих себя, когда вы в первый раз вошли в церковь, для вас все тут неизвестно, незнакомые люди, вам сказали, что здесь Божьи люди, и у вас сразу требование, ну, это если Божьи люди, то какие-то, это самые лучшие, наверное, так же? И мы приходим сюда и смотрим, как люди себя ведут, и от них должно веять миром, праведностью, покоем, радостью, а представляете, когда человек в таком состоянии приходит, я же к людям Божьим, народу Божьему пришел, а здесь вот такое, а здесь споры, а здесь крики, наговоры, то вы знаете, такой человек посмотрит и просто-напросто уйдет, и не знаем, или придет, ну, Господь знает, поэтому тут он, Павел, Иисус когда-то предупреждал, чтобы будьте осторожны, чтобы не соблазнить одного из малых сил. Мы часть церкви Божией, это не наша церковь, мы к себе не принадлежим, мы уже Божий народ, и Бог через нас совершает свою созидательную работу, и Он призывает нас иметь мудрости, Он призывает нас, какими нам должно быть, чтобы мы смогли помочь тому человеку возрасти духовно, помочь тому человеку сохранить его веру. Помните, когда-то про Иисуса сказано, что он льна курящегося не угасит, уже вот тлеет, уже чуть-чуть, огня нет, уже чуть-чуть и все. То Иисус делает так, что он не погасит это, он наоборот, может разжечь этот огонь. И как там, и трости надломлены, не переломит. Вот уже все, уже висит на волоске, Иисус так не сделал. Поэтому вот такие же у нас должны быть чувствования. Бог нас учит через апостола Павла, Духом Святым, как мы должны себя вести в церкви, какие должны быть взаимоотношения друг с другом. И когда мы так себя ведем, происходит взаимное укрепление в вере. Я вас, и вы меня укрепляете. Мы друг друга укрепляем. И поэтому мы становимся все сильнее, и крепче, и увереннее в Господе. И поэтому Павел говорит, смотрите, не разрушай дело Божие своими какими-то, ну, то, что тебе, да я вот считаю это можно, и все. Я буду при вас сало есть, а то ваше дело уже. Смущаетесь? Меня это не волнует. Неправильно. Тебя должно волновать, потому что ты дитя Божие, ты находишься в обществе, а в обществе есть разные люди. И церковь призвана помогать даже слабым, немощным. Но когда-то Павел, говоря о дарах Духа Святого, сказал, что в теле есть немощнейшие сосуды, помните, да? Немощнейшие органы. Но они, говорит, гораздо нужнее. И я вспомнил один пример, это когда еще Давид, он убегал от Саула, и помните, о Малекитяне захватили его город Сикелак. Его сожгли огнем, все забрали, жен забрали, детей, и помните, как он переживал, плакал, вот, а потом он ободрился надеждой на Господа, и они пошли и нашли одного египтянина, юношу. Он заболел, он был немощный. И вот они взяли этого юношу, накормили его, и этот юноша указал им, этот больной юноша указал им, где находятся Малекитяне. Они пошли туда, захватили неожиданно, и все-все вернули. Ну, такой пример еще, да, что слабый вроде бы, больной, и тот хозяин бросил, но Давид его подобрал. И вот этот больной, он принес, такую весть дал, он указал им, где находился, и они все себе вернули. Слава Господу! Поэтому, и Павел и говорит, не разрушайте дело Божие. Это дело Божие. И худо такому человеку, для него, для тебя это зло, если ты что-то делаешь на соблазн. А я считаю, мне все равно. Да пусть соблазн, а мне все равно. Неправильно это все. Бог будет за это взыскивать. Потому что над каждой душой Он совершает свою работу, Он спасает людей. Спасение, мы понимаем, очень серьезный процесс. И нам, нас дал Бог друг другу, чтобы мы помогали. друг другу, но не являлись источником соблазна. И поэтому Он говорит, если у тебя есть вера на что-то, то, говорит, сам в себе ее имей, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Но если ты что-то избрал, что-то делаешь, а сомневаешься, написано, сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Вот ты что-то делаешь, и тебя совесть судит, то тебе это уже грех. Поэтому Павел предупреждает. Это не значит, что он призывает, как бы он, ну, что это хорошо, когда вот неправильно учат. Нет, он просто говорит, как мы должны принимать друг друга. Но мы уже с вами говорили о том, что Павел призывал, что людей, которые должны учить, эти люди должны быть здоровые в вере. Здоровые. Поэтому он говорит, здравы в вере. Должны быть вот такие, вот таких постав, постав, чтобы они были служителями. И поэтому здесь не согласие с ним, но принятие, спасение просто этого человека. Поэтому пусть Господь благословит. И давайте мы перейдем, у нас еще есть время, мы перейдем к 15 главе. Дело в том, что в синаидальном переводе, вот с 24 стиха по 26, здесь идет такой отрывок, а в Кейн Джеймс, в английской Библии, в украинской Библии, вот этот отрывок, он находится в самом конце. Потому что с 15 главы продолжается та же самая мысль. Апостол Павел продолжает вот эту мысль, как в церкви должны быть взаимоотношения. Поэтому давайте мы вот этот 24-26 стих оставим, аж наконец, потому что здесь как бы идет уже своего рода как завершение, что Бог может утвердить вас в благовествовании моим, проповедь Иисуса Христа. Вот единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава и во веки веки слава во веки аминь. Поэтому это не то, что мы меняем порядок, но так в украинской Библии, в английской и в принципе я смотрю, что подходит очень. И давайте вот почитаем в продолжении того, что мы рассуждали в 14 главе, 15-ю почитаем. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Продолжается та же мысль? Да? Продолжается. «Каждый из вас, из нас, Павел себя имеет в виду, должен угождать ближнему во благо к назиданию». Та же самая мысль. Как вы должны себя вести? И вот смотрите, он ставит пример Христа. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». И вот давайте немного посмотрим 15-я глава. Вот Павел обращает внимание, говорит, «Вы, мы сильные». Вот кто такой сильный? Тот, который имеет какую-то силу. И я так некоторые места выписал, которые в Библии говорят о сильном верующем человеке. И вот такой пример. Помните, написано в 1 Иоанна 2 глава, что «Слово Божье вы сильны, ибо Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Сильный. Вот юноша. Юноша написал вам, потому что вы сильные, потому что вы сильные, Слово в вас пребывает, оно живет в вас, но вы руководствуете этим Словом, у вас уже никакая другая информация вас не собьет, и вы даже устоите против самого лукавого и против его ухищрений. В вопросах доктрины, в вопросах любых вопросах. Вы сильные, когда в Слове Божье вас пребывает. Дальше, вопрос «Твердый твердый в вере». Это про Авраама написано, что Авраам, будучи твердым в вере, когда получил обетование, уже прошло много времени, он получает обетование, и он благодарит Бога и воздает славу Богу. Он тоже был такой, знаете, сильный. Дальше, 2 Тимофея 2, 1, 5. Тут написано, что о добром воине. Кто такой добрый воин? Укрепляйся в благодати, переноси страдания, как добрый воин. Вот тоже такая сила перенести страдания. Вот. И еще интересно, да, вот тут Павел говорит, вы сильные должны сносить немощи бессильных. Еще вот в категорию сильного христианина или качество сильного верующего, тот, который жертвует своими какими-то, ну, чем-то жертвует ради какого-то, ради ближнего. И вот он говорит, мы сильные должны сносить, помочь нести немощи бессильного и не себе угождать. Вот это еще одно качество сильного человека, сильного христианина. Он и твердый, Слово Божие, в нем прибывает, но он еще все терпит, все переносит, написано, все надеется, да, и он переносит вот эту немощь бессильного человека и старается не себе угождать. Вот это Павел продолжает и указывает. И еще такое, помните, еще такое место, которое говорят, ну, тоже как бы о духовных, о сильных, и там подобное такое, это послание к Галатам, и там написано так, что вы, духовные, если кто-то впадет в искушение, то вы духовные, вот здесь, вот, братья, если впадет, 6.1, если падет человек, какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вот он показывает вот этого качества сильного человека. Кто-то упадет, то вы духовные, да, вы исправляете в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, и дальше носите бремена друг друга. Как сильный христианин, он понимает, он видит даже немощь, слабость этого человека, но он на нее не давит, он ему это не поминает, он считается с ним, вот, и он принимает этого человека, помогает этому человеку, и не себе угождает. Поэтому сильный по Писанию это тот, который не себе угождает, который заботится о слабом. Вы помните, Иисус когда-то приводил пример, что вот начальствующие господа вот в этом мире, они что делают? Они господствуют над другими людьми, а между вами так не должно быть. Я, говорит Господь, но я среди вас как слуга. Я пришел вам помочь, я пришел вас спасти. И поэтому тот же самый качество, да, это признак сильного человека. И где-то еще апостол Павел говорит, что признак апостольства это терпение. Когда ты терпишь, вот когда ты имеешь ввиду, ну, дело с ребенком, он компризничает и то, и то, и то, то что мама делает? Она дальше его любит, она дальше над ним проводит какую-то заботу, и приходит время, она дает Бог мудрости, как ее исправить, все-все, вот, но она же и от него не отказывается, и она жертвует своим временем, вот, так же самое и должно быть и в церкви. Вы говорит, не себе должны угождать, вот как мне, нет, а во благо ближнему не себе угождать, а во благо к назиданию. Каждый должен угождать ближнему во благо к назиданию. И здесь приводится пример Иисуса Христа. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Очень интересное место, это написано, насколько я понимаю, это Псалом 68. И приводит Иисус, вернее, Павел приводит пример Иисуса Христа. Каким образом Иисус Христос. И мы с вами говорили вначале, что люди ненавидели Бога. И Бог, Иисус пришел людей спасти. Он совершал свою миссию. Он исполнял то, что Бог ему поручил. И вот мы видим, какая ненависть была у людей. И вот эта ненависть, которая была направлена к Иисусу, эта ненависть была прежде всего направлена к Богу. Помните, они кричали распни, распни, нам он не нужен. Это было внутреннее выражение человека отношений к Богу. Но Иисус, соглашаясь на вот эту миссию спасения людей, знал, что ему придется понести на себе злословие за людей, за спасение людей, злословие за совершение миссии и злословие, которое, ну, на Бога люди говорили. Поэтому написано, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Он согласился, согласился, чтобы понести на себе вот эту ненависть людей ради Господа. Ну, ради нашего спасения, но во имя Господа. И все, что делал Христос, на Него это все ненависть изливалось, все это все изливалось на Бога должно было изливаться. Слава Господу! Слава Господу!